С 1 января изменилась и работа коллекторов. Теперь надзор за агентствами возлагается на Федеральную службу судебных приставов. С нового года работать могут только коллекторские агентства, включенные в реестр службы судебных приставов. Также они должны иметь интернет-сайт, программу для хранения файлов и записи телефонных разговоров. Коллекторам по-прежнему запрещено звонить должнику чаще одного раза в день, угрожать, применять силу и психологическое давление. За нарушения коллектора могут исключить из государственного реестра, а административная ответственность грозит как физическим, так и юридическим лицам. Статья соответствующего кодекса об административных правонарушениях предусматривает привлечение к административной ответственности и физических лиц, с кем заключен договор, и юридических лиц. Потому что у юридического лица, допустим, может 110-м пунктом быть вписан, в том числе и возвратом просроченной задолженности. То есть мы надзор за их деятельностью не осуществляем, контроль осуществляем в плане рассмотрения обращений граждан.